Приветствую вас на канале Техревизор. Частота воды имеет первостепенное значение для человека. Рассчитывать, что из крана она идёт отличного качества не приходится, поэтому наличие фильтра в доме весьма актуально. И сегодня я расскажу, какие фильтры бывают, на что нужно обращать внимание при их выборе, а также сделаю краткий обзор лучших моделей на 2022 год. Я подобрал лучшие модели по характеристикам, возможностям, а также основываясь на рекомендациях экспертах и отзывах пользователей. В моём топе представлены фильтры разного типа стоимостью от 500 до 8000 рублей. Подпишитесь на канал и не забудьте нажать колокольчик. Ну а теперь приступим. На что обратить внимание при выборе? Вначале хочу отметить, что фильтры бывают разных типов, которые существенно отличаются качеством очистки воды. Магистральный. Устанавливается непосредственно в систему, врезка в трубу. Очистка производится во время протока воды. Кувшин. Кувшин состоит из двух резервуаров, между которыми располагается фильтр-картридж. Это простейший вариант, предназначенный преимущественно для очистки от свободного хлора. Из недостатков – небольшой ресурс картриджа и необходимость ожидания, пока вода отфильтруется. Проточный. Подмойку. Выделяется многоуровневой системы очистки, преимущественно трёхуровневой. И состоит из трёх колб, в которые можно устанавливать картриджи для произведения разной очистки. От грубых примесей, свободного хлора, для ионного обмена, смягчения. Выделяется скоростью очистки и большим ресурсом. Фильтр обратного осмоса. Обеспечивает максимальный уровень очистки. Конструкция включает три проточных картриджа, а также мембрану, которая выполняет фильтрацию до 0,001 микрона. При этом задерживаются металлы, вирусы, бактерии, органические соединения. Но в это время удаляются и полезные минералы, поэтому в конструкцию обычно входит и минерализатор, и угольный постфильтр для улучшения качества воды. При такой очистке образуется поток загрязнённой воды, для которой нужно обеспечить отвод в канализационную систему. Поскольку процесс очистки происходит медленно, на выходе образуется слабый напор. Поэтому конструкция всегда включает накопительный бачок, чтобы подача воды была на нормальном уровне. По мере расходования воды бачок автоматически наполняется. Основной недостаток системы – определённая сложность монтажа и габарита. Для начала нужно определить, какой вариант фильтра подобрать с учётом возможности для монтажа и способа, и качества очистки. Некоторые из них можно комбинировать. Для каждого из фильтров можно подобрать практически любые типы картриджей, каждый из которых нацелен на определённый способ очистки – полипропиленовые, угольные, сорбационные и т.д. А теперь я расскажу о лучших фильтрах для воды на 2022 год. Я не буду подробно касаться магистральных фильтров, поскольку их преимущественно ставят в систему на этапе её монтажа. И в свой топ я включил лучшие модели кувшинов и проточных фильтров, включая обратноосматические. Ну и с шестого места, на котором стоит барьер Light. Кувшин классической формы, объёмом 3,5 литра, обеспечивает надёжное резьбовое крепление кассеты, и исключает попадание неочищённой воды в уже отфильтрованную. Ёмкость для очищенной воды вмещает 1,6 литра. Носик кувшина защищает воду от попадания пыли. В комплекте к кувшину идёт кассета Start для очистки воды от хлора и других примесей. Она устраняет посторонние привкусы и запахи, препятствует образованию накипи в чайнике. Использовать в кувшине можно любые картриджи производителя. Например, для очистки от железа, для смягчения воды и другие. Но они обладают небольшим ресурсом 120-350 литров, если сравнивать, например, с Аквафор Орлеан. Это следующая модель моего топа. На пятом месте Аквафор Орлеан. Это более изящный по дизайну кувшин, который отличается и материалом. Он сделан не из пластика, а из полиэфера, который сочетает преимущества пластика и стекла. Прочность, прозрачность, длительный срок службы. Картридж А5, который идёт в комплекте, обеспечивает очистку от хлора, примесей и посторонних запахов. А также в нём содержится соли магния, которые обогащают уже очищенную воду. Фильтр самоочищающийся при каждом доливе воды, что продлевает его ресурс до 350 литров. Важным достоинством модели выступает наличие механического счётчика на крышке, и с ним легко контролировать необходимость замены картриджа. На четвёртом месте моего топа стоит проточная модель Barrier Expert Standard. Компактный проточный фильтр комплектуется краном для подачи чистой воды, которая проходит три этапа очистки с помощью картриджей. Механика, ионообмен, посткарбон. Они служат для очистки от механических примесей, песка, ржавчины до 5 мкм и для удаления хлора и тяжёлых металлов, медь, свинец. А в конце происходит финишная очистка и кондиционирование, устранение неприятных привкусов и остаточного хлора. Таким образом у воды улучшается вкус. Модель обладает достаточно высокой производительностью, очистка двух литров воды в минуту и способна проводить фильтрацию при давлении в системе от 2 до 7 атмосфер. И отдельно хочется отметить большой ресурс картриджей до 10 000 литров. Это один из самых лучших показателей в моём топе. По этому параметру модель превосходит следующий фильтр в моём рейтинге – Aquafor Crystal N. Третье место занимает Aquafor Crystal N. Это ещё более компактная модель, оборудованная краном для подачи чистой воды и тремя блоками для очистки. Картридж предварительной очистки задерживает частицы размером от 5 микрон, а второй рассчитан на смягчение воды. И третий служит для финишной очистки от частиц до 0,8 микрона. Отдельно стоит сказать пару слов о карбон-блоке с ионообменным волокном. Он эффективно задерживает тяжёлые металлы и другие опасные примеси, а также обеспечивает высокую скорость фильтрации, если сравнивать с насыпными модулями. Происходит это за счёт большей площади контакта воды с сорбентами, в 42 раза выше, чем у стандартных модулей. А сорбент также содержит безопасное серебро. Ионообменный картридж можно восстанавливать до 4 раз. Но только фильтр предназначен для очистки воды средней жёсткости до 4-5 мили эквивалента. Для жёсткой воды у производителя есть аналогичная модель – Кристалл А, но она обладает ещё меньшим ресурсом картриджей. Зато у следующей модели моего рейтинга – Гейзер Стандарт – ресурс в два раза больше. На второй строчке – Гейзер Стандарт. Эта модель предназначена для очистки жёсткой воды. Она предусматривает три уровня очистки. Полипропиленовый модуль рассчитан на механическую фильтрацию от ржавчины и нерастворимых частец. А второй блок – БС на смягчение воды удалением из неё избыточных солей жёсткости и ионообменной смолой. И третий – сорбационный картридж БАФ удаляет хлор, органические примеси, снижает содержание железа и тяжёлых металлов. У производителя есть аналогичная модель для мягкой воды. У неё предусмотрен полипропиленовый модуль, БАФ и карбонблок для финишной очистки. Последний служит для удаления хлора, фенолов, органических соединений, неприятного вкуса и запаха. Гейзер Стандарт выделяется на фоне всех других проточных фильтров, вошедших в мой топ с самым большим ресурсом картриджей, но уступает им габаритами. Он не такой компактный. А теперь я расскажу о лидере моего топа – это Гейзер Аллегра. Эта модель, как и все фильтры, производит очистку по системе обратного осмоса, обеспечивает наиболее эффективную очистку и смягчение воды. Модель рассчитана на пять ступеней очистки. Три из них предварительные. Выполняются с помощью двух полипропиленовых картриджей, которые отфильтровывают песок, ржавчину и взвешенные частицы размером от 5 микрон. А также картриджи карбонблока СВС из кокосового активированного угля, который поглощает органику, фенолы и остаточный хлор. После трёхступенчатой предочистки вода проходит через обратноосматическую мембрану пористостью 0,001 микрометра. На этом этапе полностью удаляются соли жёсткости и тяжёлых металлов, радионуклиды, нитриты, вирусы и бактерии. И здесь же реализован слив загрязнений в дренаж. Последняя стадия очистки происходит с помощью постфильтра, который удаляет посторонние запахи и привкусы. А поскольку мембранная очистка занимает определённое время, производительность модели невысокая. Но для решения этого вопроса предусмотрен накопительный бак объёмом 12 литров, в котором всегда находится очищенная вода. По мере расходования его наполнение производится автоматически. А благодаря сорбенту картриджа СВС вода всегда остаётся прозрачной. Эта модель оснащена минерализатором, который служит для насыщения воды магнием, кальцием и полезными микроэлементами. А кран этой модели двухклавишный. Одна ручка открывает подачу воды, проходящей через минерализатор, вторая для обычной, очищенной. И кстати, рейтинг лучших кулеров на 2022 год, который можно посмотреть по подсказке сверху. На этом мой обзор лучших фильтров для воды 2022 года завершён. А стоимость всех моделей можете посмотреть по ссылкам, оставленным в описании. Не забудьте оценить видео лайком, поделиться своим мнением в комментариях и подписаться на канал. До встречи в новых видео!